Нарушение базового типа привязанности или как формируются эмоциональные качели. Давайте посмотрим на примере кейса. Девушка с тревожным типом привязанности собралась создавать отношения. Какого партнера она захочет себе в отношения? Вряд ли это будет партнер с надежным типом привязанности, потому что с ним в отношениях ей будет слишком скучно. Он не дает вот тех самых эмоциональных качелей. Она выберет партнера со сбегающим типом привязанности. Они очень быстро сблизятся. Это одна из особенностей созависимых отношений. Создадут вот такой вот союз и какое-то время в этом союзе побудут. Что начнется потом? Тревожному партнеру нужно стремиться в слияние всегда. То есть это 24 на 7. Ты меня точно любишь. Дай мне посмотреть свой телефон. Ты там точно ни с кем больше не общаешься. Зачем тебе нужны другие девушки? И куча-куча сомнений в себе. Но в любом случае это потребность контролировать партнера и быть с партнером как можно ближе и как можно чаще. Человек избегающего типа не может находиться в такой плотной связи. Ему нужно, чтобы было пространство. Он начинает этой связи в какой-то момент пугаться, но начинает его тяготить. И он пытается немножечко этот контакт растянуть, разорвать. Что происходит с человеком в тревожной привязанности? Естественно, он страдает. Он страдает. Он испытывает ощущение брошенности, ненужности. Весь этот спектр чувств, которые обычно происходят, когда на эмоциональных качелях человек находится на самом эмоциональном дне. То есть я от себя отталяюсь, а тревожный начинает сближаться. И вот у них получается вот так вот всё время. То есть один идёт за другим. Что произойдёт, если тревожный в какой-то момент остановится? Скажет, я с тобой не пойду. Избегающий не разорвёт отношения. Он начнёт на какое-то время сближаться и опять провоцировать на отношения. Вот это вот тот самый момент, когда тревожный тип чувствует, что вот, всё наконец-то наладилось, у нас всё так хорошо, они снова в слиянии, у них всё как в первый раз, и всё замечательно, и они оба поднимаются вот на вот этот вот эмоциональный пик, когда всё прекрасно. И дальше, как вы уже поняли, всё будет ходить по кругу. Очень хорошо, очень плохо. Очень хорошо, очень плохо. Продолжение следует...